Программа по летнему отдыху детей работает на курорте уже пятый год и довольно успешно. Все проекты и программы будут продолжены и в этом сезоне. Мэр Сочи Анатолий Пахомов обсудил с участниками межведомственной комиссии готовность к лету. Мониторинг всех учреждений уже прошел и глава города обозначил задачи, которые должны выполнить руководители принимающих здравниц. А также отметил, что допущенных в прошлом году ошибок быть не должно. С учетом нашего опыта мы должны провести лучше, чем прошлый сезон. В прошлом году мы уже видели некоторые позитивные действия. То есть у нас появились наши пионеры, которые очень заинтересованно выполняли свои обязанности на площадках детских. В этом году мы от некоторых пожеланий прошлого года перейдем к реальным делам. Управление по делам семьи будет направлять по бесплатным путевкам наших деток и в лагеря, детские лагеря. В этом году количество загородных оздоровительных лагерей круглосуточного пребывания увеличилось. К 13 присоединились два учреждения «Зеленая горка» и спорткомплекс «Юность». Прием заявок на бесплатные путевки в оздоровительные лагеря и санатории, расположенные на Черноморском побережье, ведется с 1 февраля и до конца года. Получить путевку может любой желающий. Для этого необходимо прийти в управление, предоставить копии паспорта, свидетельства о рождении ребенка, если ему нет еще 14 лет. Министерством социального развития Краснодарского края выделено 1500 бесплатных путевок. Есть возможности и компенсации. Каждый родитель, который приобретет путевку за свои средства для своего ребенка, имеет право получить компенсацию в нашем управлении после того, как уже пройдет отдых ребенка, привезти документы нам. И таким образом, наверное, поддержка финансовая будет для семьи достаточно хорошая. Этим летом увеличится и количество площадок активности, которые смогут задействовать около 50 тысяч детей. Каждый из них будет задействован в затратных видах отдыха. То есть, фактически мы всех охватим. А малозатратными мы их охватим по нескольку раз. То есть, мы сейчас предполагаем, что где-то примерно на 300 тысяч участников этих программ увеличится. Все 133 площадки должны заработать 1 июня. Продолжится и программа «Паспорт занятости». Дневники составляются на каждого ребенка вместе с педагогами и родителями. До начала лета еще есть несколько недель, и за это время должна пройти активная подготовка к сезону. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.